Какие же следы, если человек находится в состоянии беспечности, если он не поминает Аллаху, если он идет на поводу своих страстей, забывает об Аллахе, к чему он может привести, какой тяжелый след оставляет в сердце своего раба, Аллаху, из-за его беспечности. Первое. То есть человек становится бесчувственным. То есть он не может прочувствовать теми обаяниями, то есть своими руками, то есть своим разумом, не сможет чувствовать то, что он видит. Аллаху, Субхану и Та'ля, говорит, те, которые не уверовали, без разницы, будешь ты их призывать, не будешь, они все равно не уверуют. Аллах поставил печать на их сердца. На их сердца печать, на их слухи, на их зрение, и Всевышний Аллах говорит, занавес, они не видят повязки. Иму готовлены сильнейшие наказания. Также Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, говорит, Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, говорит, посмотри, не видишь ли ты того, который взял для себя Господа, свои страсти. И посредством его знаний Аллах его же заблудил, Субхану и Та'ля, поставил печать на его слух, на его сердце, на его зрение, занавес, повязка. То есть он не видит, не слышит. У него есть слух, но он не слышит. Есть глаза, не видит. То есть в состоянии беспечности. И их ждет. Аллах говорит, если Аллах его не поставит на прямой путь, кто его поставит на прямой путь? Если не Кур'ан, не Сунна, не религия, то как он найдет этот путь? Неужто вы не задумаетесь, неужто вы не услышите, не будете размышлять. Также Субхану и Та'ля говорит, В аду будет много из джинов и людей. Какие же качества обитатели ада? У них сердца, которыми они не размышляли в дуне. У них глаза, которыми они не видели. У них были уши, но они не слышали. Они подобны животному, еще более заблудши. И потом Всевышний Аллах сказал, И они были беспечными. Так же, из лидака, тоже ставлеет гафля. Оля колоби алгавилин, Оля осмарь и об царь, Оля тет-таха extrater Wagner. Оля тет-таха, Оля тет-тахаа proportion, Оля тет-те-те-та- GRA-ка. Оля т-та-те-ка. Оля тет-эк-кар. Оля тен-фау, Оля тет-те-те-ка. Оля т-те. Оля т-те-ка. То есть, когда им приводишь аяты, знамения, джават, они не слышат, они не хотят слушать Коран, не хотят слушать хадисы, не хотят слушать что-то об Аллахе, это след гафля на их сердцах, именно осадок, вот этой беспечности на их сердцах. Всевышний Аллах описывает таким образом, говорит, они возлюбили эту жизнь и забыли Ахират. То есть, дунья поставили выше Ахирата. И Всевышний Аллах говорит, Аллах не будет вести прямым путем неверующих. Этим людям Всевышний Аллах запечатал сердца, запечатал их слух, их зрение, и они в состоянии беспечности, говорит Субхану Ва Та'Аля. Касательно мунафиков, лицемеров, они захотели остаться позади с теми, кто остался. То есть, не вышли на битву с посланником Аллаха, Аллах запечатал их сердца, однако они это не знают. Несмотря на то, что мунафики видели, как не спослались аяты, как пророк Мухаммад призывал к Аллаху, они были среди них, среди сахабов, но однако их сердца запечатаны, они не слышат, они не видят. Также из афары лгафля, из следа, который оставляет на человеке, вот это некое состояние беспечности. Когда человек видит прямой путь, но не следует прямому пути, видит заблудший путь, следует заблудшему пути. И спорит ради лжи, чтобы победить. Не ради истины, а ради лжи, чтобы себя чего-то оградить, оправдать и так далее. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля говорит в Коране, я отдалю от своих знамений тех людей, которые высокомерно ходят по этой земле, и у них нет права на это. И сколько бы ты не приводил им знамения, они не уверуют. Если они увидят прямой путь, не пойдут по этому пути. Если они увидят заблудший путь, храмный путь, они возьмут этот путь. За что это им такое наказание? Вроде бы, как перед тобой прямой путь, иди по нему, почему ты не идешь этим путем вечности в рай? Почему ты выбираешь плохой путь? Это за то, что они не уверовали наше знамение. И они были в состоянии беспечности. То есть, в некое такое состояние гафля. Это очень опасное состояние, уважаемые братья. Также из-за афару гафля, то что человек в состоянии беспечности слепой не видит, где его счастье. Ведь счастье в руках Аллаха, и в этой жизни вечности. Путь Аллаха — это самый счастливый путь и в этой жизни, и для вечности. Поэтому, как Всевышний Аллах говорит, эти люди забыли об Аллахе, и Аллах забыл о них. И предупреждает нас, верующих, Всевышний Аллах говорит, не будьте подобны тем, которые забыли об Аллахе. И Аллах забыл о них, оставил их без поддержки, и эти люди грешны. И последнее, самое, что какой след оставляет гафля. Чему вредит верующему человеку вот это состояние беспечности? Если у человека сердце покрыто вот этим состоянием беспечности, тем самым он не преуспеет в судно-день. Ради то, чего мы живем, ради то, чего мы, братья, поклоняемся, ради то, чего мы хотим получить в вечности награду и спастись от наказания ада и зайти в рай, этот человек не сможет спастись от наказания и не попадет в рай. Всевышний Аллах говорит, те, которые не хотели, не стремились ради того, что мы ему готовили в судный день, довольствовались только этой жизнью. Без разницы, каким путем заработок они вели, халяльным и харамным. Читал намаз, ты не читал. Вспоминал облахин, их не волновала вечность. Их только, они довольствовались только этой жизнью, только ради этой жизни жили. Потом их качества, они были беспечными по отношению к нашим знамениям. Этим людям уготовлен ад за то, что они заслужили. Поэтому Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит в Коране, стоит уже проснуться человеку. Не быть в этом состоянии. Всевышний Аллах говорит, предупреди их о дне печали. Судный день. Сожаление. Они же будут сожалеть то, что были в этом состоянии. Когда решение уже принято, и они проявляют беспечность и не веруют. Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля, в первом аяте, Сурат Аль-Анбия говорит, уже приблизился к людям их расчет судно-два дня. Приблизился Аджаль. То есть быстро пролетел Рамадан, быстро пролетел Шаваль, быстро пролетел год, жизнь пролетает, приблизился уже тебе все расчет, ты встанешь перед Аллахом. Однако люди находятся в состоянии беспечности. Я прошу Аллаха Субхану Ва Та'Аля, чтобы мы с вами были в состоянии бдительности перед Аллахом, чтобы мы проснулись, чтобы мы не были в этом состоянии беспечны. Бывает, человек, каждый из нас на какой-то момент заходит в это состояние, а потом, аль-хамдалля, вспоминает об Аллахе и выходит. Но однако страшно, если человек постоянно в этом состоянии, шаг за шагом, если он не работает над собой, не стремится к Аллаху, то он может погрузиться, забыть ахират, довольствоваться этой жизнью и в состоянии быть опечаленным. Просим Аллаха Субхану Ваше, чтобы все наши, все, кто в этой мечети, все верующие, аль-хамдалля, были из-су'адайом и киямы, были счастливыми в этой жизни, счастливыми в судный день, и чтобы ни в коем случае ни мы, ни наши близкие, ни наши родственники, ни наши, аль-хамдалля, зурья, ни наши потомства не были ни в коем случае в этом страшном и незаметном состоянии беспечности. Поэтому, чтобы мы всегда поминали об Аллахе, поминали Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Идет человек за своими страстями, он попадает в это состояние. Человек вспоминает об Аллахе, Субхану Ва Та'Аля, он выходит из этого состояния. Пусть мы будем исчислять тех, которые поминают Аллаха много днем и ночью, стоя и сидя, лежа в пути, и где бы ни находили, чтобы в наших сердцах были переполнены любви по отношению к Аллаху, стремлению к Аллаху и скромности перед Всевышним Аллахом Субхану Ва Та'Аля. «Кулу ма тасмя'ун, астагфир Аллаху ли ва лакум вали сайры المумирин ми кулли дзембе, фастагфируху, иннаху хуал гафур рухим, аль-джаваду л-карим, ас-сами'у дуа».